здравствуйте мои дорогие я слушаю книгу таверна уже концовка скоро автора стендаль классная книга сейчас под солнцем буду наслаждаться ее прослушиванием вместе с вами в доме крешенцы рассказывали о новой забавной выходке анетты марини опасаясь каких-либо безумных выходок с ее стороны мать давала анетте очень мало денег и вот она предложила прекрасное бриллиантовое кольцо подарок своего отца знаменитому художнику гаенцу чтобы он написал портрет фабриция она потребовала чтобы он был изображен в простой черной одежде они в церковном облачении легко себе представить возмущение матери юная нет ты когда она в комнате своей дочери нашла великолепный портрет фабриции дель донго в прекрасной золотой раме лучший из всех какие за последние 20 лет изготовляли пармскими возможности дать хотя бы самой краткой характеристики той комической расы придворных которыми полон был пармский двор главным условием для того чтобы удостоиться присутствовать в черных чулках при одевании государя было для них никогда не прикасаться ни к вольтеру ни к руссу для мелкопоместного дворенства и имевшего небольшие доходы условия это было легко выполнимо но с них требовалось еще кроме того чтобы они умели с умилением говорить о насморке государя или последнем ящике минералов полученным им из саксонии если сверх того они ни разу не пропускали богослужения и сумели окружить себя несколькими друзьями из толстых сытых самодовольных монахов то государь удостаивал их минутным разговором раз или два раза в год это создавало им особое положение и сборщик податей не особенно докучал им если они опаздывали с уплатой налогов сеньор гонзо был одним из жалких людей среди этого мелкого дворенства он владел небольшим имением и кроме того благодаря покровительству маркиза пришенцы получил место дававшего ему 1150 франков жалования этот человек мог бы конечно свободно обедать у себя дома но он чувствовал себя счастливым исключительно в салоне какого-нибудь высокопоставленного лица который неизменно останавливал его каждый раз окриком замолчите гонзо вы дурак это суждение чаще всего вызывалось дурным настроением так как гонзо почти всегда бывал остроумнее покровительствующих ему высокопоставленных лиц он говорил обо всем и не без известного красноречия к тому же всегда готов был переменить свое мнение как только замечал неудовольствие на лице хозяина дома правда у него не было ни одной собственной мысли если у государя не было насморка то он часто бывал в большом затруднении не знал о чем говорить приходя в какой-нибудь салон известность свою в парме гонзо заслужил своей великолепной треуголкой черным большим и растребавшимся пером он с нежным беспокойством справлялся о собачке маркизы и если бы в дворце крешенца случился пожар он не применил бы рискнуть жизнью чтобы спасти хоть одно из кресел обитых золотой борчой о которой он в течение долгих лет вытирал свои атласные штаны когда осмеливался на них садиться семь или восемь подобных господ каждый день в семь часов вечера являлись в гостиную маркиза крешенцы едва успевали они присесть как лакей подходил к ним и учтиво отбирал у них шляпы и трости а затем им преподносили кофе в изящных маленьких чашечках после этого каждые полчаса метр отель при шпаге в великолепном французском костюме предлагал гостям мороженое через полчаса появлялись пять или шесть офицеров воинственного вида говоривших необычайно громко они обыкновенно спорили о том сколько пуговиц и каких именно должно быть на военной шинели чтобы генералы могли одерживать победу верхом ловкости этих господ было то что они умели добиваться прибавки пенсии в полтораста франков через каждые десять лет вот каким образом государь делился своим дворянством те выгоды и преимущества которые предоставляла ему власть над крестьянством и буржуазией этот самый гонзо относился к маркизе крешенцы поскольку она ни разу не сказала ему ни одного неучтивого слова с некоторым презрением но она все же была женой главного маркиза придворного кавалера государы гонзо заметил что рассказы касающиеся аннеты марине на мгновение выводили маркизу из ее вялого состояния задумчивости судя по тому любопытству которое она выказывала гонзо вообразил что маркиза крешенцы выслушивала восхваление красоты марии у которой к тому же было миллионное состояние только из зависти к ней заметив это гонзо на следующий день явится в гостиную маркизы и с торжествующим видом сказал я видел сегодня портрет монсеньора дель донго клейли была ошеломлена и несмотря на все свои усилия должна была покинуть зал нужно признаться мой бедный гонзо что вы на редкость неловки разве вы не знаете что наш квадьютор сыграл некогда довольно злую шутку с отцом маркиза генералом конте высокомерно сказал один из офицеров доедавший четвертую порцию мороженого я действительно многого не знаю мой милый капитан и как дурак постоянно делаю промах за промахом этот ответ в чисто итальянском духе заставил всех посмеяться но больше над офицером чем над гонзо маркиза скоро вернулась в зал и заговорила с большими похвалами о таланте художника писавшего портрет фабриция сама того не замечая она была весьма приветлива с гонзо который с хитрой смешкой посматривал на офицера вечером прощаясь с хозяевами он даже получил приглашение к обеду на завтра на следующий день после обеда когда слуги вышли гонзо воскликнул не влюбился ли наш квадьютор в маленькую марине легко себе представить тревогу поднявшуюся в душе клеве при этом неожиданном заявлении даже сам маркиз заволновался послушайте гонзо сказал ему вам надо было бы отзываться с большей почтительностью о человеке который удостоился чести одиннадцать раз играть в вист с его высочеством а все-таки маркиз сказал гонзо могу поклясться что он был бы не прочь и жениться на маленькой марине впрочем если эти подробности вас огорчают то они уже перестали для меня существовать напрасно маркиз сгорая от любопытства пытался заставить гонзо рассказать дальнейшие подробности этой истории он прибегал ко всяким намекам и хитростям но все было напрасно маркиз имел обыкновение спать после обеда и кому же должен был торопиться во дворец вы всегда вот так со своими глупостями из-за вас я не поспал и к тому же опоздаю государы не при которой состою придворным кавалером ну торопитесь же расскажите в чем выражается мнимая любовь нашего мунсеньора дель донго но гонзо берег этот рассказ для маркизы пригласивший его на обед поэтому он лишь в нескольких словах изложил историю уже наполовину дремавшему маркизу который затем поспешил совсем уйти совершенно иначе повел себя гонзо с бедной маркизой он пустился в нескончаемые подробности молодая анетта марине платила психину за каждое место которое занимали для нее на проповеди мансеньора коадьютор являлась она в церковь с двумя тетками и бывшим кассиром своего отца места она выбирала подле кафедры поближе к алтарю публика заметила что красноречивые глаза молодого проповедника с удовольствием останавливались на юной красавице и в такие мгновения проповедь его становилась более глубокой а цитаты сыпались в клелия заставила гонзо повторять по три раза некоторые подробности она подумала что прошло уже 14 месяцев как она не видела фабриция разве было бы большим грехом провести час в церкви не для того чтобы видеть фабриция а для того чтобы послушать знаменитого проповедника долго мучилась она этими мыслями и наконец решила найдя в этом какое-то оправдание что если первая женщина которая придет сегодня вечером была уже на проповеди мансиньора дель донго то и она тоже пойдет приняв такой счастья вам удачи любви успеха встретимся в следующей части до скорых встреч